Камера на Android Как это сделать? Мы рекомендуем установить дополнительное приложение Для фото или видеосъемки Таких приложений достаточно много Они бесплатные И их можно скачать из Google Play без каких-то проблем Вот у меня на рабочем столе Вот этот ярлычок стандартной камеры И вот это приложение HD камера Которое я скачал из Google Play Итак, если вы запускаете стандартное приложение камеры И оно как-то неадекватно работает Запустите второе приложение И проверьте, как оно снимает, как оно работает Если все работает нормально То, возможно, у вас какой-то программный сбой в смартфоне И, соответственно, потребуется его восстановление Что в таком случае можно сделать? В таком случае можно сделать первый пункт Это осуществить заводской сброс Для этого мы идем в общие настройки нашего смартфона Переходим к разделу персональные данные И в персональных данных есть пункт backup Android Z В этом разделе есть пункт personal data factory data reset Или заводской сброс Заводские настройки Ну, как бы скажем, на смартфоне он может по-разному называться Но смысл здесь такой То есть мы переходим сюда И здесь нажимаем кнопочку reset form После того, как произойдет полный сброс Можно будет снова Ну, на это потребуется какое-то время Но после того, как он полностью сбросится Телефон Можно будет повторно запустить приложение камеры И проверить, насколько адекватно оно работает Когда идет заводской сброс Вы должны учитывать, что все приложения, которые вы устанавливали Ну и, соответственно, настройки, которые делали в своем смартфоне Они будут удалены И, ну, то есть вы должны к этому быть готовы Но при этом я хочу вам сообщить Что если вы регулярно делаете синхронизацию с вашим аккаунтом Google То в таком случае все ваши последние изменения В том числе установленные приложения Они фиксируются на сервере Google И, соответственно, после заводского сброса Смартфон, синхронизируясь с аккаунтом Автоматически установит все те приложения Которые во время заводского сброса были удалены То есть здесь, в принципе, большой проблемы нет Все остановится, все будет нормально Но на это просто потребуется какое-то время Итак, если вы сделали заводской сброс И это не помогло То возможно, что есть еще одна причина По которой может камера неадекватно работать Это наличие в смартфоне вируса Чтобы это проверить Необходимо установить на ваш смартфон антивирус И, соответственно, просканировать его на наличие вирусов Сделать это можно довольно просто В приложении Google Play Можно бесплатно скачать И на выбор есть достаточно большое количество Антивирусных приложений Достаточно просто в поисковой строке ввести фразу антивирус Пожалуйста, как минимум два Доктор Веб и Аваст Без каких-то проблем Ну и тут, как вы видите Большое количество других антивирусных приложений есть Поэтому, причем, вот большая часть из них является бесплатными То есть вы можете скачать, установить и просканировать Если есть вирусы, то вирусы 100% могут быть причастны к тому Что у вас как-то неадекватно, неправильно работает камера Также есть еще один совет Вот ваше приложение камера Которое работает неадекватно Иногда вот эти проблемы возникают Ну, например, она просто не запускается Иногда эти проблемы возникают из-за того, что Переполнился кэш этого приложения И кэш нужно почистить Для этого мы идем в Пункт системные настройки Ну, например, общие настройки нашего смартфона И переходим к пункту Настройки приложения На каждом смартфоне это может отличаться Как заходить Ну, вот на всех смартфонах в общих настройках Есть переход к настройкам приложений Здесь нам необходимо найти наше приложение Камера И Ну, к примеру Вот Возьмем вот это, чтобы долго не искать То есть смысл одинаковый для всех приложений Заходим в приложение камера И В самом низу Есть у нас вот такой пункт Кэш И кнопочка Клир Кэш Мы нажимаем эту кнопочку И очищаем кэш этого приложения Все, то есть приложение не удаляется Оно Как было, так и остается Мы просто вот те данные, которые там накопились Мы их вот Мы их просто удаляем И как бы сбрасываем это приложение После этого возвращаемся к нему Запускаем и проверяем Насколько оно работает Также есть рекомендация Просто элементарно снять Ну, если у вас камера расположена на задней панели И именно эта камера не работает То можно просто снять заднюю крышку вашего смартфона И тщательно протереть И защитное стекло И сам модуль вот этой камеры Который установлен То есть иногда бывает, что некачественные снимки Или какие-то проблемы с съемкой Просто из-за того, что там где-то что-то попало Как будто мусор И, соответственно, из-за этого страдает изображение То есть просто почистить И все работает нормально То есть вот такой пункт тоже сделать Ну и последнее Это то, о чем я говорил вначале Установите себе дополнительное приложение И попробуйте поработать с ним Ну вот, как я уже говорил Есть приложение под названием HD Camera Совершенно бесплатное Его можно скачать Легко найти, скачать и установить Из Google Play Вот, это приложение довольно простое в использовании Но в то же время На случай, если стандартное приложение Для камеры у вас отказало Не работает По каким-то причинам Вы не можете его восстановить То можно использовать это И работает оно Без каких бы то ни было проблем Вот, пожалуйста Можно сделать снимок Можно переключить в режим видео То есть здесь, в общем-то Все, с одной стороны Стандартно для камеры Вот, но в то же время Есть все необходимое Для того, чтобы Нормально Работать Ну, в принципе Вот это основные пункты Которые нужно учесть При Исправлении проблем С камерой на Android Если же все Вышеперечисленные пункты Не помогли То, возможно, у вас Аппаратная проблема То есть поврежден модуль камеры Ну и, соответственно Это можно решить Только в сервисном центре На этом все С вами был канал Все о планшетах Всем пока И помните, что любую проблему Можно решить Главное знать как Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok